добрый день друзья с вами сегодня в рубрике открытый микрофон дмитрий чуга в новом формате название формата мы еще не знаем что-то типа чуга без воды и в каждом видео каждую неделю мы будем с вами находить один какой-то инструмент технического анализа разбираться как он работает и затем на графиках текущих цены котировок искать куда мы этот инструмент можем применить на сегодня у нас подходящий инструмент это расширение фибоначчи это крутейший инструмент который может подсказать нам докуда цена в рамках текущего тренда будет двигаться кто не знает как работает расширение фибоначчи тот на самом деле очень многое потерял потому что зачастую трейдеры задают мне вопросы типа на сколько apple будет расти или как долго bitcoin может вырасти каждая из этих покупок которые вы могли совершить уже этой осенью могла бы быть найдена с помощью инструмента расширения фибоначчи итак как работает расширение фибоначчи вот представьте вы смотрите на график валютной пары или акции или индекса и видите то что цена продолжительное время растет но затем она допустим продолжает снова расти и не отбивается от ваших сопротивлений которые вы определили и каждый раз возникает вопрос да сколько может она расти и так далее в эти самые моменты мы используем инструмент расширение фибоначчи расширение фибоначчи это инструмент встроенный ваш терминал кнопочка выглядит приблизительно таким образом то есть загигулина которую мы называем кочергой и буковка f его выставлять нужно по трем точкам точка а начало движения точка b максимальный ценовой уровень и c самый глубокий уровень коррекции после того как вы разместили эту историю у себя на графике даже допустим не достигнув точки b у вас здесь на графике появится три уровня первый уровень это уровень шестьдесят один и восемь затем уровень сотка и уровень сто шестьдесят один и восемь каждый из этих уровней является целевым уровнем до для движения цены то есть это ответ на вопрос даст докуда может расти биткоин докуда может расти акции компании apple как работаем ваша задача на точку б выставить горизонтальный уровень принятия решения если цена закрывается выше чем точка б то к отметке 61.8 можно покупать целевой уровень 61.8 при пробитии уровня 61.8 цена вероятно дойдет до сотки больше вероятности больше восьмидесяти процентов вероятность того что цена дойдет до сотки и в случае пробития сотки по расширению фибоначчи цена как минимум вот до серединочки расстояние между 100 и 161.8 доходит здесь можно еще раз купить также и так далее куда размещать стоп лоссы стоп лосс можно разместить либо за точку b но это будет очень агрессивный стоп лосс который может иногда снайперский лишний раз закрыть либо за точку c если цена пробивает о точку c то тогда у нас получается однозначно появится какой-то паттерн типа двоедной вершины или чего-то подобного то же самое только наоборот применимо к нисходящему тренду то есть если у вас образуется нисходящая волна то тогда обязательно используем расширение фибоначчи с теми же самыми параметрами только на продажу на текущий момент сегодня у нас есть место куда можно применить расширение фибоначчи это нефть на часовом таймфрейме пожалуйста у нас есть одна волна которую мы сразу же размещаем в метод raider 5 расширение фибоначчи выставляется следующим образом на точку а мы кликаем один раз на точку b мы кликаем один раз и из точки b вытягиваем точку c далее размещаем горизонтальную линию на уровне b это у нас получается цена 55 65 в случае если цена закрывается ниже чем 55 65 целевой уровень 61 8 это 55 42 если цена пробьет 55 42 то можно будет открывать сделку на продажу до уровня 55 0 6 и при дальнейшем движении ниже чем уровень 100 по расширению фибоначчи целевой уровень здесь выходит очень привлекательный 54 48 но имеем ввиду что иногда бывает до уровня 161 8 цена не доходит и можно будет целиться приблизительно в отметку 54 68 то есть получается точка b у нас сейчас уже пробита можно продавать по текущим ценам стоп лосс разместить либо за точку c это уровень 56 02 либо просто выше текущего хвоста например 55 80 90 что такое если вы жадный человек и хотите сэкономить на стоп лоссе далее если цена закрывается ниже чем 55 42 вы открываете новую сделку на продажу в этом случае уже стоп лосс за точку b то есть чуть выше чем 55 65 размещается и при дальнейшем снижении также при каждом уровне прошу отметить если вы нашли какую-то волну с более грубо глубокой коррекции то есть например отрезок bc более половины ab то вы увидите что 61 и 8 по расширению фибоначчи станет на точку b или окажется выше в этом случае расширение фибоначчи уже работать не будет и скорее всего либо боковик либо продолжение предыдущего тренда будет а вот текущая картинка действительно применимо к торговле прям сейчас пожалуйста в комментариях к этому видео напишите как вам такой формат что лучше делать записанные видео смонтированные или же проводить их чуть более развернуто в прямом эфире если есть какие-то вопросы по этому инструменту то тогда можете также писать их в комментариях к этому видео на сегодня спасибо большое всем за внимание отличного дня больших прибыли вам и маленьких стоп лоссов